Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про последний город в нашем большом корневолском путешествии, в котором мы ездили с мамой в 2017 году. Это город Фалмос. Фалмос – английский городок и порт, находящийся в устье реки Фал. Отсюда и название. Если вы помните, я уже рассказывала, что Мусс – это устья, и в Англии существует огромное количество городов по названию устья рек, в которых находятся эти города. Плимуф, Бормуф, Веймуф, Грейт Ярмуф и так далее. И вот Фалмуф тоже из этой серии. Фал – название реки, Мус – устав, то есть устье реки Фал. Но по-русски мы называем этот город Фалмут. У нас нету этого произношения С. Русские произношения С читают как Т. Поэтому сегодня я буду рассказывать, естественно, с названием по-английски, но знайте, что город на русском языке называется Фалмут. Итак, город Фалмут находится на крайнем юго-западе Англии, на южном побережье графства Корнвулл. Численность населения города составляет почти что 30 тысяч человек. В настоящее время этот приморский городок с его пятью песчаными пляжами является одним из излюбленных курортов в Англии. Климат, благодаря проходящему здесь теплому океанскому течению Гольфстрим, мягкий и влажный, с растениями, присущими в большей степени средиземноморскому климату, нежели атлантическому. Порт Фалмут является тем местом, откуда стартуют парусные спортивные суда, отправляющиеся в кругосветное путешествие. Также в этом порту находится естественная гавань, являющаяся по величине третьей в мире. Напомню, что мы отправились в этот город после дневного посещения города Сан-Ив, о котором я вам рассказывала в прошлом ролике, если кто не помнит, смотрите в этом видео. И согласно моему расписанию, в 7 часов вечера мы сели в поезд Great Western Railway и отправились в Фалмут. Ехать туда всего оказалось около часа. Билеты на двоих нам обошлись в 16 фунтов. Так как мы приехали туда поздно вечером, мы уже никуда не пошли, заселились в отель под названием The Falmouth Broadme, который обошелся нам 82 фунта на двоих. То есть одна ночь в городе Фалмут самый дешевый отель стоил 82 фунта. Это около 8000 рублей. Но туда входил очень хороший английский завтрак. И вот на утро мы встали, позавтракали, даже пофотографировались в этой обалденной гостиной. Но так как зарядил дождик, я даже из окна гостиной поснимала этот дождь и виды. Отель оказался рядом с каким-то местным парком. Ну и так как делать было нечем, в 10 часов нам уже пора было выезжать. Мы собрали сумки и пошли гулять по городу под дождем. Субтитры сделал DimaTorzok Нарядились в дождевики, которые мне выдали на какой-то выставке и пошли гулять. Кстати, по поводу этого дождевика именно в этом городе Фалмут над нами прикольнулась одна англичанка. Там сзади дождевика написано Rain Rain Go Away, то есть дождь, дождь уходи. Но мы не знали, что у нас такие надписи. Просто расправили, надели и пошли. Мы уже потом обратили внимание на эту надпись. И ну как-то было весело гулять в таком вот желтеньком солнечном дождевичке. Так как в городе шел практически левень, мы решили начать наше ознакомление с городом с магазинов. Зашли в Марксиспенсер. Там уже были последние летние распродажи. Я вот купила себе вот эту вот курточку такую. Всего за 4 фунта это 400 рублей. А мама приобрела себе голубую кофту. Не знаю, в Марксиспенсере или в каком-то чарити-шопе. Но я уже рассказывала, что мы и по чарити-шопам гуляли, и по обычным магазинам. Я всегда люблю выискивать интересные красивые вещи на последних распродажах. Об этом я уже тоже рассказывала. Смотрите в этом ролике. Прошли мимо таунхолла, то есть мэрии города. Заглянули в какие-то локальные магазинчики. Я надолго зависла над ювелирной лавкой, где мне понравились одни сережки в виде таких колокольчиков. Там это называется, то есть висящие такие сережки. Они были сделаны из какого-то специфического металла. Я точно название не помню. Выглядели, конечно, так простовато, но стоили 115 или 150 фунтов. А я как раз в это время уже очень долго. Искала на сайтах ebay и всяких китайских сайтах сережки в виде колокольчиков. И пыталась уговорить маму, но она ни в какую. За такие деньги покупать мне сережки мы не стали. Но, тем не менее, я их хотя бы сфотографировала себе на память. Я просто очень люблю полевые цветы. Ромашки, колокольчики, майки и васильки. И всегда предпочитаю иметь такой букетик, нежели там розы, георгины, каких-то дорогих сортов цветы. И так вот магазин через магазин мы дошли до гавани. Там я тоже поснимала, пофотографировала как и рыбацкие кораблики, так и большие корабли. И в этом же районе мы нашли огромный морской музей, который называется National Maritime Museum of Corwell. То есть морской музей, относящийся ко всему графству Корвелл. Но билеты туда стоили около 15 фунтов на одного человека. Для нас это было очень дорого, тратить на музей 30 фунтов. В наш бюджет это не входило, поэтому мы пропустили этот музей. Но, в принципе, там наверняка все то же самое, что и в других морских музеях по Великобритании. Десятки которых мы уже видели. И мы поплелись уже на берег, на пляж, посмотреть хотя бы под дождем, как выглядит пляж в городе Фаумов. И вот мы вышли на берег моря, а там оказалось пляжа-то и нет. На море бурлил шторм. И практически набережную заливало высокими волнами. Но мы нашли какие-то беседки, там немножечко посидели, пообедали. Тем, что у нас было какие-то бутерброды, бутылку молока мы купили, помидорки. Но так, как всегда в дороге, мы перекусываем овощами и бутербродами. И вот там я как бы даже не планирую, что я когда-нибудь это буду показывать. Просто для себя сняла небольшое видео, вот вам показываю. Так, мы сидим на берегу. Где мы сейчас находимся? Волоса. Кушаем под дождем. Самый классный ресторан, самый красивый вид и пейзаж. И самый натуральный продукт. Вот так мы проводим последний день нашего путешествия, да? На крайнем юго-западе Англии. Ура! Колбасой, колбасой. Кстати, предупреждаю ваш вопрос, почему мама в шапке. Мама очень часто ходит в шапке, как зимой, так и летом, как по дому, так и на улице. Потому что у нее очень часто мерзнет голова. А у меня мерзнут ноги, поэтому я предпочитаю ходить по дому в шерстяных носках даже летом. Ну, естественно, когда не жара. Вот такие вот особенности наших организмов. В общем, мы понаслаждались волнами, штормом, так как мы очень любим бурлящее, кипящее такое море. Волны просто без ума. Конечно, купаться мы не полезли. Хотя некоторые местные жители там купались. Прошлись вдоль берега, понаблюдали за улитками, ползущими там по набережной. Порассматривали красивые цветочки и заметили вход в какой-то парк. Что-то типа дендрария, сад какой-то. Ну и пошли подниматься по лестнице. А наверху оказалось такое открытое пространство с ажурной беседкой. Я там тоже походила, поснимала, все пофотографировала. И так как мы немножко подмерзли, а рядом было кафе, мы там и засели. Подзарядили там свои телефоны, купили чайничек, попили чаю. И отправились на станцию Falmouth Bay, то есть набережная города Falmouth, откуда мы и направились в Лондон. Поезд состоял всего лишь из одного вагона. Мы ехали через город Торки. Очень, кстати, это тоже красивый город. Может быть, когда-нибудь я и там побываю. К сожалению, он не находится на берегу моря. Я-то планировала все города, чтобы поездить по морю, позагорать, покупаться. Но этот город, в принципе, можно посетить тем, кто будет путешествовать по городству Cornwall. В общем, в 17.30 мы выехали из Фалмата, приехали в Лондон на вокзал Paddington. Аж почти что в полночь. Без 15.00 и 12.00 мы были на вокзале в Лондоне. Билеты нам обошлись в 46 фунтов на двоих. Вот так вот, в принципе, и закончилось наше большое такое путешествие, состоящее из трех ночей и четырех городов в графство Cornwall. Самое дальнее западное графство в Англии. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!